МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Одень с толком» в студии Лена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Культурные люди решились на отчаянный шаг. Педагоги школ искусств Барнаула требуют повысить зарплату. Вопрос принципиальный и политический. Какие города-края рискуют не получить паспорт готовности к зиме? Театральный сезон открыт. Чего ждать зрителям от барнаульских артистов? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работники детских школ искусств Барнаула намерены выйти на митинг протеста. Требование одно – повысить оклад педагогов до минимального размера оплаты труда. Почему культурные люди решились на отчаянный шаг, выяснял Илья Кочетков. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Барнаульская школа искусств номер 8 существует уже 40 лет. Но, по словам ее работников, на столь отчаянный шаг они решились впервые. Устали работать за копейки. Должностные оклады не индексировались уже 6 лет, несмотря на инфляцию. Сегодня за одну ставку преподаватель получает 6304 рубля. Педагоги требуют поднять оклад хотя бы до уровня минимального размера оплаты труда. Для Алтайского края он составляет чуть больше 11 тысяч. Несмотря на большое желание выйти на протестную акцию, говорить на видеокамеру и называть свои фамилии, учителя отказались. Только по телефону и анонимно. По словам преподавателей, надбавки и премии у них, конечно, бывают, но не регулярно. Да и общего положения это не спасает. К тому же не задерживаются в стенах школы и молодые педагоги. Отпугивает низкая зарплата. Аналогичная ситуация, как заверили нас и в других школах искусств города. В Краевом объединении и профсоюзах педагогов поддержали. И даже помогли составить обращение к ИО главы города Вячеславу Франку. Документ уже подписало 97 человек. Минимальный размер оплаты труда. Сейчас он у нас 11 280 рублей плюс районный коэффициент. Это норма для неквалифицированных работников. Уборщик, дворник, вахтер. Это норма, которую меньше работник не может получить. Но, к сожалению, сейчас при таких низких должностных окладах получается эта норма уже и для высококвалифицированных специалистов. Чего не должно быть. Чуть раньше администрация города, которая и отвечает за установление размера оплаты труда педагогов, пообещала размер оклада увеличить, но лишь на 4,3%, что все равно ниже МРОД. Поэтому преподаватели уже наметили следующий решительный шаг. 7 октября педагоги выйдут на митинг, чтобы напомнить о своих требованиях. Причем эта акция пройдет во Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд. Правда, когда и где конкретно эта акция пройдет, пока еще неизвестно. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Кстати, мы направили запрос в администрацию города. Ждем ответа на вопрос, возможно ли повысить ставку педагогов до уровня МРОД. Но в правительстве края говорили о подготовке к зиме. Пожалуй, это самая актуальная сейчас тема. Наличие паспорта готовности к отопительному сезону каждого района края. Вопрос принципиальный и политический. Такое заявление сделал губернатор Виктор Томенко. Нарушить указания главы региона рискуют два десятка муниципалитетов. 18 муниципальных образований, которые не смогут получить паспорта готовности. Чем дальше от Барнаула, тем выше риск не потянуть зиму. Министры и главы районов сегодня по очереди рассказывали губернатору, почему подготовка затягивается, если не проваливается. 320 отключенных котельных по причине неплатежей за электроэнергию. На сегодня долг муниципалитетов составляет 861 миллион. Электричество – лишь один из пунктов. Ростехнадзор сделал районом 511 замечаний. Большая часть устранена на ликвидацию остальных. Их муниципалитеты получили 53 миллиона рублей. Но этого мало. Камена Аби просит еще. Город не может купить себе даже уголь на начало зимы. Буквально вчера нам удалось достигнуть договоренности с двумя организациями, поставщиками, которые готовы прокредитовать начало отопительного периода в Каменском районе и по 3000 тонн каждое предприятие с отсрочкой платежа. Наличие угля – одна проблема, другая – наличие плохого угля. По словам министра ШКХ Ивана Гилева, жгут его больше, дольше, платежи растут. И некоторые потребители их не платят. Камни на Аби только за электричество город не внес больше 20 миллионов, а общий коммунальный долг районов края – почти 2 миллиарда. Все это тянет предприятие на дно. «Невозможность учитывать недополученные доходы при следующем тарифном регулировании, поскольку предприятия теплооснабжащие отрасли у нас обычно не доживают до того периода. Это обычно через три года наступает, когда могут возмещать эти расходы». А в Яровом даже не могут воспользоваться денежной помощью. Коммунальные организации из-за долгов заблокировали счета. Город успел потратить 18 миллионов. «Ремонт котла номер 7, текущий ремонт паровой турбины и текущий ремонт тепловой сети. При этом после гидравлических испытаний зафиксировано и устранено 20 порывов сетей, а при остановках при отсутствии угля еще 27». Из-за ветхости всего коммунального хозяйства, глава Ярового уверен, паспорт готовности не получит. И в таком же положении Славгород, Олейск, Бийский, Михайловский, Калманский, Павловский, Первомайский и Смоленский районы. Виктор Томенко настоял. Время на подготовку сферы до 15 ноября еще есть. И надо успеть. «Вопрос получения паспортов готовности на следующий отопительный зимний период является принципиальным. Если хотите, он является политическим. И это проверка. Мы на самом деле все вместе работаем или так?» Анастасия Драган, Илья Халяпин. День с толком. А теперь о приятном. 275 барнаульских малышей скоро получат долгожданные места в новом детском саду. Его строит компания «Селф» на улице Сергея Ускова, в одном из самых густонаселенных районов Барнаула. Добавлю, что долгое время объект был заморожен. Строительная компания «Селф» восстанавливает и доделывает за другими уже не первый недостроенный объект. На этот раз детский сад. Предыдущий застройщик оставил новому только забор, временное электричество, фундамент цокольного этажа. «На сегодняшний момент ведутся работы по монтажу стеновых панелей первого и второго этажа, по засыпке грунтом цокольной части здания, подготовке под устройство полы, устройство полов». Работа ведется быстро и непрерывно. Нужно успеть собрать каркас здания до затяжных дождей и первых холодов. Скоро в будущем детском саду установят пластиковые окна. Когда закончат этот этап, проведут отопление, что ускорит темпы строительства. К слову, детский сад в этом районе города очень ждут. «Он находится в одной из массово застраиваемых территорий города Барнаула. Очень много новостроек, и они действительно требуют к себе социальную инфраструктуру. Город это реализовывает. То есть строит школы, строит сады. Это один из многих садов, которые сегодня реализуются в ближайших, в том числе в этом микрорайоне». Работы на объекте остается еще очень много, а сроки довольно сжатые. Инженеры говорят, что стройка может закончиться быстрее, если сохранится слаженная командная работа городских властей и застройщика. И тогда, возможно, уже в следующем году 275 малышей пойдут в новый детский сад с веселым названием «Арбуз-карапуз». Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. К новостям культуры. Сегодня в Барнауле стартовал Всероссийский театральный фестиваль «Здравствуйте, люди». До 26 сентября на сцене драм-театра будут показывать спектакли по произведениям Василия Шукшина. Говорят, билеты уже раскупили, но у зрителя есть шанс посмотреть другие премьеры сезона. Ведь он только стартовал. Раньше всех из отпуска вышел театр «Кукол». В начале сентября они показали самым маленьким зрителям историю гусеницы по имени Мишель. Неожиданно для публики за лето труппа подготовила еще две постановки. «Приключения Буратино» для дошколят и младшеклассников и «Недроссель» для зрителей постарше. По традиции театральной обычно мы к новому сезону готовим по одному премьерному спектаклю. А в этом году так получилось, что три премьерных постановки, но у нас осенью грандиозное событие состоится. Поэтому, конечно, мы поработали очень слаженно, активно летом, чтобы октябрь и ноябрь посвятить уже подготовке и проведению фестиваля. Готовятся там к первому всероссийскому фестивалю театров «Кукол за зеркалье». Он пройдет в Барнауле в ноябре. Пока у артистов есть время поработать над речью и улучшить свои навыки. В театре драмы основное внимание в начале сезона – шукшину. Ну, сегодня здесь стартует Всероссийский фестиваль. Несколько дней на сцене спектакля только по произведениям Василия Макаровича, но не шукшиным единым. В планах драмы на сезон «Гоголевский ревизор», «Новогодние космические приключения» и спектакль по пьесе Юлия Масараяна «Лучшие годы вашей жизни», за который автор получил в 1939 году Пуллицеровскую премию. А также постановка на военную тему в честь Года памяти и славы. Есть такой роман Альберта Лиханова «Непрощенная». Молодой режиссер Евгений Гомоной пишет инсценировку, он уже связывался с автором. В фестивальных планах драмы конкурс постановок по произведениям Достоевского. В Великий Новгород повезут Кротку и молодого режиссера Рачи Махатаева. А коллег драмы из молодежного театра пригласили в Ярославль с бойцовским клубом. Мы очень рады, потому что попасть на такой значимый фестиваль – это большая честь. И, конечно, мы рассчитываем на какую-то награду, на какую-то победу. Доктор Гипс входит в дом. Все в порядке прям? Да! Родина, как кошка! Открыли сезон в молодежке спектаклем «Наш городок» по пьесе американского драматурга Торнтона Уайлдера. Среди творческих планов «Золушка», «Гамлет», военный спектакль по стихотворениям Твардовского и постановка по эскизу школы-студии МХАТ «Мой папа Питер Пен». Музыкальный театр тоже обрадовал литературной премьерой. Сезон открыла «Капитанская дочка». Этот спектакль создавался для нашего театра. Это такой эксклюзив на Алтайском крае. Состоялась премьера с музыкой Евгения Загота, либретта Карена Кавалериана. Еще на сцене музыкального в юбилейном 60-м сезоне поставят «Любовь и голуби» и детскую сказку «Площадь картонных часов». Крезюмируем. Сезон будет насыщенным. Главное – выбрать время и успеть все посмотреть. Тарина Миллер, Валентина Скерва, Андрей Печоркин, Илья Халяпин. День с толком. Наблюдать за их успехами могли не только жители края, но и все мировое спортивное сообщество. Победители и призеров чемпионата мира по плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата встречала в Барнаульском аэропорту наша съемочная группа. По трапу они сошли с охапкой медалей. В центре внимания, конечно, Роман Жданов. Он привез из Лондона 4 бронзовых медали, 3 золота и 3 мировых рекорда. Это Роман Жданов! Кому хочешь посвятить свою победу? Мне кажется, тренеру и родителям. Самое главное. Мне кажется, оно идет всем, кто поддерживал и просто рядом был. Тут есть частичка каждого. Конечно, здесь есть заслуга каждого, но в первую очередь тренера. Все участники мирового первенства из Алтайского края – это воспитанники Елены Соколовой. И все из Бийска. И, похоже, она готовит новых звезд. В данное время есть спортсменка Калентея Ивана, которая также внесена в систему Адамс. То есть это антидопинговая система. И я надеюсь, что в ближайшее время, она, в принципе, член сборной России, что в ближайшее время выехаем на международные старты. Вот где она получит международный старт, и также будет, я думаю, надеюсь на Паралимпиаду. Подопечного Елены Романа Жданова по итогам Лондона можно назвать лучшим российским пловцом с поражением опорно-двигательного аппарата. Сейчас он отправляется отдыхать. Впереди у него чемпионат Европы и главный старт следующего года – Паралимпийские игры в Токио. Андрей Дривер, Николай Шелко. День с толком. Сажать деревья и озеленять Барнаул в последнее время стало модно. Видимо, следят за тенденциями и депутаты Барнаульской городской думы. Сегодня высадили яблони в Нагорном парке. Вот с этих яблонь, которые с розовыми цветами, яблочки вполне даже вкусные. Народные избранники посадили 25 саженцев в честь юбилея. В этом году городской думе исполняется четверть века. Обещали, что это пустующее поле в дальнейшем полностью засадят и превратят в зону отдыха. А вы говорите, эту площадь дальше будут засаживать. А это тоже депутаты Горнгомы? Да, да, да. Серьезно, да. Вот это все будет засаживаться депутатами Барнаульской городской думы. И в итоге получится вот такой сквер, скажем так, релакс-зона, где, опять же скажу, что можно будет прийти, полежать на газоне. Далее о погоде спонсор прогноза компания Эвалара. У меня к этому часу все новости. До встречи.